всем привет посмотрите посмотрите какую срамоту выпустили vivienne собой а вы можете представить я не смогла пройти мимо и решила что мне надо попробовать все три варианта этой туши здоровенные упаковки у и вен собой еще таких не было сейчас если я найду ну вот допустим fm фаталь видите насколько больше это прям здоровые игрушки которые кстати очень удобно держать в руках мы будем с вами пробовать первую тушь у нее такая очень мягенькая прорезиненная упаковочка короче говоря на этой туши написано что это должен из так давайте не буду врать должна испытать каждая на двух других больше ничего такого провокационного не написано но так как мне очень нравится этот яркий цвет цвет фуксии с нее мы и начнем написано что это тушь с эффектом по-настоящему невероятного объема короче говоря будем сейчас проверять надо вот эту вот бумажечку снять так даже ногтями я ее не могу подцепить как всегда начинаю снимать и что-нибудь распаковать не могу все я ее убрала собственно сама тушь остается удобно очень держать в руках ничего не скажу сейчас посмотрим насколько удобно этим краситься ну щеточка такая у vivienne собой было поэтому это не новинка ну давайте пробовать сейчас я попробую вот так вот зеркало поставить и чтоб вы меня видели так что ли мне его сделать наносим первый слой так по первому ощущению щеточка просто обалденная и консистенция туши тоже подходящая не сильно жидкая не сильно густая мне однозначно нравится пока по крайней мере пока я наношу как это все наносится мне очень нравится так второй глаз очень удобно единственное мне неудобно так руку поворачивать и второй глаз красить но мне как-то надо чтобы вы видели классно прокрашивает реснички хорошо их захватывает очень удобно и очень быстро можно ею все сделать особенно если не разговаривать ну что смотрим первый слой получились ну объема я большого не вижу ну посмотрите какие длинные реснички получились просто супер вы знаете в это действительно очень удобная упаковка я еще пока не слышала что говорят об этих об этой туши другие блогеры но вот лично мне очень удобно ее держать в руках я не знаю как другим но мне реально очень удобно несмотря на то что выглядит это как игрушки для взрослых но этим очень удобно пользоваться мне нравится и даже вот здесь утолщенный кончик казалось бы будет мешать мне вообще не мешает она тяжеленькая очень удобно в руках сами по себе вообще все эти туши очень тяжеленькие слушайте классно давайте второй слой я попробую вот так прямо около этого зеркала да я вижу что мне это тушь делает удлинение объема она мне не делает я не знаю почему но у вивьен сабо очень классные туши как-то они нашли свою формулу и как-то им удается делать туши так что они действительно одни из лучших так второй глаз пока подсыхают верхние ресницы сразу крашу и нижние на нижние чуть-чуть наношу ну вот и все смотрим это тоже в два слоя как видите объема она мне не дала вообще она мне дала именно такую шикарную длину и реснички получились достаточно тоненькими но очень длинненькими мой вариант абсолютно мне такие туши нравятся я люблю больше все-таки туши которые удлиняют ресницы чем их делают пушистыми поэтому ну прям вообще мое посмотрим в полном образе вот и полный образ посмотрите как выглядит тушь мне кажется что она больше для такого дневного макияжа несмотря на то что она заявлена как увеличивающий объем и причем я так понимаю должна увеличивать очень очень сильно тем не менее у меня получилось только длина получились такие тоненькие разделенные реснички мне очень нравится потому что это действительно какой-то дневной вариант не знаю как будут вести себя остальные будем следующую с вами пробовать но этой пока я очень довольна пробуем следующую тушь одну мы с вами попробовали и у нас осталось еще две и наверное сегодня я попробую золотую тушь давайте посмотрим что здесь написано тушь с исключительным эффектом объема и разделение ресниц ну окей здесь должна быть уже другая щеточка по форме она абсолютно такая же только здесь гладкая глянцевая и смотрим щеточку но если чуть-чуть они отличаются но не сильно по крайней мере ну ладненько пробуем что получится с этой тушью так у меня тут все падать начало наносим первый слой до щеточка мне кажется отличается немного хотя могу ошибаться может быть консистенция туши отличается там не понравилось побольше потому что то пожиже тушь это уже немножечко гуще но сейчас посмотрим как ресницы будут выглядеть и то мне кажется получше разделяет это немножко склеивает и мне приходится так вот теперь вторую второй глаз придется вот так рукой придется как-то мне так наклониться чтобы вы видели и вот так вот рукой это совсем неудобно что-то мне с этой стороны даже оказалось удобнее наносить чем стой как-то лучше реснички разделен не получились так смотрим первый слой ну мне кажется немножко больше она объема дает как считаете больше объема чем предыдущие и такое ощущение что она чернее хотя могу ошибаться может быть это из-за того что вот объем чека побольше и кажется что она и по чернее пробуем второй слой вот вы знаете все равно мне удобно держать эти туши в руках мне нравится я не знаю как кому а мне прям вот мне понравилось вот так второй слой наносим и смотрим что получается пожалуйста второй слой не знаю как вам а мне кажется что вот это тушь какой-то объем все таки дала не могу сказать что мега объем сейчас мы чуть-чуть под объем реснички вот так не могу сказать что это какой-то мега объем но но по крайней мере объем сейчас мы с вами нижние накрасим стрелочку и нижние реснички что мне тут попало в глаз и теперь красим реснички но реснички нижние вообще быстро красить с этой тушью все мне хватит вот такие глаза получились ну и сейчас я вернусь к вам в полном образе и я сегодня слегка вампирша видите какие у меня губы а это кстати тоже новая помада я и тестирую потом покажу ведь я даже руки и испачкала и они у меня не отмыли с первого раза ну смотрите мне понравилось больше первая тушь да здесь больше объема но в той туши больше длинные у меня прям такие длинные длинные реснички были а здесь ну вот так вот не знаю короче говоря пишите какая вам больше нам не нравится нам осталось с вами протестировать вот эту вот черную тушь grand noir grand noir правильно да а вот это была туша как она называлась волюм эталон ну прям бешеного объема как видите я не получила но все равно туши от vivienne собой очень хороши и принципе я их покупала и так и буду дальше покупать ну что тестируем последнюю тушь и так очередь дошла до последней туши она черная смысле упаковочка сама черная и здесь какая-то интересная кисточка ой мы не прочитали с вами что здесь написано тушь для очень большого объема и удлинения смотрим а и так ой как интересно вы посмотрите здесь на верхушке такой ёжик слушайте а мне нравится эта кисточка давайте-ка мы с вами будем пробовать первый слой наносим кисточка удобная но что-то она мне совсем мало туши кладет на реснички ой как удобно этим ёжиком прочесывать в уголках вы не представляете чужина так прямо мало мало туши наносит ну где тушь больше туши на самом ёжики остается когда вытаскиваешь ладно ну кажется мне удалось что-то нанести нет ну вот этот маленький ёжик он очень удобный очень прямо так второй глаз попробуем ой как он здорово подхватывает вот эти вот реснички в уголке глаза еще бы туши побольше наносила щеточка это вообще ой как невероятно удобно в уголках прокрашивать так смотрим первый слой ну совсем мало нанесла на туши не знаю как вам мне хочется побольше и мне кажется на кончиках еще маловато давайте второй слой наносить будем пробовать ну второй слой она конечно наносит но вы знаете сказать чтоб мои ресницы становились от этого толще я не могу скорее они становятся чуть ярче чуть больше прокрашиваются кончики второй глаз не знаю даже есть ли какой-то эффект или эффекта никакого нет ну вот как то так на мой взгляд получились такие самые стандартные реснички для дневного макияжа в которых чуть-чуть объем чека прям совсем чуть-чуть чуть-чуть удлинение вам так не кажется и нижние реснички а нижние реснички знаете чем наверное да вот этой вот концом кисточки удобно слушайте ну вот это интересная задумка я такой кончик сделала бы у всех туши вообще так удобно все мне хватит нижних ресниц вот так выглядит глаза по моему это самая такая универсальная и самая дневная тушь из всех теперь полный образ смотрим полный образ вот так тушь выглядит в макияже это самая такая менее понравившаяся мне тушь потому что видите здесь вот даже реснички загибаются на концах мне это не нравится и реснички сами тоненькие тоненькие вот опять такое ощущение что до конца не так и не прокрашены остались в общем для меня это самая нелюбимая тушь из трех будет на самом деле все хороши действительно хороши если у вас не такие тонкие ресницы будут красиво на ресничках если что это не реклама я их купила сама эти туши давайте вынесем окончательный вердикт что получается самое наиболее понравившиеся мне тушь это вот это розовая затем идет вот розовая она пусть объема не дает но она очень длинными ресницы делает и они так вот не загибаются как эти следом идет вот эта золотая она дает немного объема на моих ресницах и потом уже вот это черная которая делает абсолютно такой дневной макияж абсолютно дневные реснички что касается самих упаковок очень удобно держать в руках действительно такая форма очень хорошая но если абстрагироваться от того что это похоже на кое-какие игрушки для взрослых то форма действительно очень удобная и давайте мы посмотрим с вами все кисточки рядышком получается что все три кисточки разные я думаю что смотря у кого какие ресницы тому такая тушь и подойдет это конечно же исключительно мое мнение то что подошло лично мне вам может быть любая другая подойдет кстати обязательно напишите это в комментариях какая из этих туши понравилась вам какую вы для себя выбрали пишите что вам больше всего понравилось на мне какая тушь лучше на самом деле смотрится надеюсь мой отзыв был полезен и мой обзорчик был полезен а у меня на этом все всем пока